Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Друзья, привет! У меня не очень хорошая новость. Мультфильма сегодня не будет. Поверили? Какой сегодня день? Правильно, 1 апреля. Поэтому мультик мы сегодня посмотрим, а также вместе с Захаром Суходольским и Дарьей Евтушек будем очень много шутить, веселиться и задорно смеяться. Давайте с нами, пойдём! Дашенька, Захар, привет! Куда вы собрались? Домой. В смысле домой? Мы ещё программу не записали, ребят. Она уже закончилась. Как закончилась? Мы же не начинали даже. Закончилась. Не могу понять. Я что, время перепутала? Что случилось? Да. А как же наши телезрители? Подождите, они мультик же должны ещё посмотреть, порисовать с нами немножко. С 1 апреля! Ах, это вы так надо мной подшутили, разыграли меня, да? Я и не поняла с самого начала. Здорово получилось! А ты поверила? Ну, конечно, ещё тут бы не поверить в это. Тут все ребята, все наши телезрители поверили. Уже спать, наверное, давно пошли. В свои постельки улеглись и канал наш выключили. Здорово вы меня разыграли, конечно. Очень неожиданно. Но мы так больше не будем. Кстати, вот по поводу шуток, это настоящее искусство. Шутить тоже нужно уметь, потому что ненароком можно очень сильно обидеть человека и потом никогда с ним не общаться. Ты же не обиделась? Нет, я на вас не обиделась. Сегодня ведь 1 апреля, день юмора, смеха, шуток. А ваша шуточка, кстати, пришлась очень даже кстати. Шутить нужно очень аккуратно. А аккуратно это как? Ну вот смотри, например, хочешь ты подшутить над каким-то человеком. Ты сперва придумаешь шутку про себя и посмотришь, как на это отреагирует человек. Если ему смешно, значит с чувством юмора у него все в порядке и можно шутить над ним самим. Только очень, очень аккуратно. И вообще, давайте с вами подумаем. Есть ведь люди, над которыми можно шутить, а над которыми шутить ни в коем случае нельзя. Вот над кем бы подшутить вы никогда не рискнули? Я над учителем не буду шутить, двойку поставят. Ну тут уж смотря какой учитель, мало ли, а ты, Захар? Я над нежнакомыми людьми. Ну вообще, да, по правилам этикета говорят, что не нужно шутить над учителями и над теми, кто старше тебя. А анекдоты тоже нельзя? Нет, анекдоты можно, только опять же повторюсь, главное, чтобы они были к месту, ни в коем случае не обидели человека и не расстроили. А если кто-то не поймет анекдот? Ну да, вот такие ситуации часто бывают. Если вдруг вы рассказали какую-то смешную историю, человек ее не понял, так вам говорит, а с чего здесь смеяться, непонятная история какая-то. В этом случае нужно просто спокойно остановиться и рассказать человеку, в чем суть этой шутки. Если же вы слышите, что кто-то рассказывает анекдот, и вы прекрасно его знаете, рассказываете лучше, чем человек, ни в коем случае, ребята, не прибивайте его. Пусть расскажет до конца, ну и ради приличия тоже стоит посмеяться, даже если анекдот не очень смешной. Такое ведь бывает, правда? А как научиться правильно шутить? Захар, ты тоже хочешь научиться правильно шутить? Да. В таком случае у меня есть для вас и для наших телезрителей небольшое упражнение. Таким образом мы сможем развить чувство юмора. Смотрите, мы берем лист бумаги, берем карандашик. Кто у нас начнет? Захар, наверное, начнет, да? Нам нужно загадать какую-нибудь букву алфавита. Какую? К. К. Буква К. Хорошо, договорились. Теперь нам нужно с вами придумать шесть слов на эту букву. Давайте запишем их в столбик. Итак, первое слово какое? Ну, на букву К. Что у нас может быть? Может быть имя какое-то? Коля. Коля, точно, давайте. Коля. Так, мы из этих слов с вами должны будем составить предложение, поэтому Коля должен что-то делать на букву К. Что он может делать? Красит. Красит. Давай пиши, Коля красит. Коля красит. Что он может красить на букву? Красной. А, как? Красной? Краской. Точно. Коля красит красной краской. Крышу может. Крышу точно пиши. Коля красит красной краской. Крышу. Дашенька, давай теперь ты напишешь. Коля красит. Это два слова Захара. Теперь передавай листик и карандашик Дашеньке. Она напишет красной краской крышу. Держи. Держи листик. Лучше кирпичную колонну. Кирпичную колонну тоже, кстати, может красить. Но у нас он будет, наверное, красить что-то. А, нет, все правильно. Шесть слов на букву К. Давай, Коля красит. Красной. Краской. Что ты говоришь, Захар? Кирпичную колонну. Ну, чудесно. Скажите, вам понравилось наше упражнение? Да. Вообще, такое упражнение нужно делать регулярно. И можно это проделывать с каждой буквой алфавита. Кирпичную колонну еще не написали. Точно. Ты пиши, я пока расскажу нашим телезрителям, что таким способом мы тренируем наш с вами мозг. Соответственно, развиваем чувство юмора. Поэтому совсем скоро мы с вами сможем шутить без проблем. И всем будут понятны наши с вами шуточки. И самое главное, они никого в этом мире не обидят. Катя, а когда можно шутить? Ну, вообще, шутить можно всегда. Главное, не обидеть человека, как я уже сказала. Но 1 апреля, в принципе, для этого и создано. Можно разыгрывать своих родителей, друзей, знакомых, одноклассников. Ты вот даже Захара можешь разыграть. Скажи, пожалуйста, на тобой сегодня кто-нибудь подшутил? Папа сказал, что у меня лысы выросли. А ты проверил? Выросли? Может, действительно появились? Проверил. Не было лысов? Ну, вот видишь, а ты поверил. Поэтому 1 апреля нужно быть очень и очень аккуратными. Любой окружающий вас человек может взять и разыграть вас. Кто придумал этот праздник? Ну, вообще, этот праздник существует во многих странах мира. У нас он называется Днем Смеха. В Шотландии Днем Кукушек. А японцы его называют Днем Кукол. Когда появился этот праздник? Вообще, известно несколько версий появления этого праздника. Много лет назад Новый год праздновали не 1 января, а 1 апреля. Вот однажды король задумался и решил, что все-таки было бы неплохо, наверное, отметить Новый год, тогда, когда будет много-много снега, заснеженная елка и так далее. И тогда он приказал, мол, давайте будем праздновать Новый год 1 января. Но в его государстве все-таки остались такие люди, которые сказали, нет, мы будем праздновать Новый год, как раньше, 1 апреля. Вот этих его и подданных и стали называть первоапрельскими клоунами. А 1 апреля Днем Глупости и Смеха. Но это не единственная версия. Есть еще одна. Тоже в одном государстве жил император. И вот подошел к нему как-то клоун или шут, кто-то из его придворных и говорит, ну ты неправильно правишь своей страной, давай я тебя научу, у меня получится лучше, чем у тебя. Посмеялся император, говорит, ну давай, попробуй. А произошло это 1 апреля. И в этот день шут опять же сдал указ о том, что этот день теперь принято называть Днем Юмора и Смеха. С тех пор и повелось. Как вы думаете, какая шутка самая древняя и самая популярная? У тебя вся спина белая. А, правильно. На тобой когда-нибудь, Дашенька, так шутили? Нет. Не бывало такого? А, у тебя вся спина белая. Еще знаете, что бывает? Ты садишься, например, на диванчик или на стул, а там кнопка лежит канцелярская. Все-таки с 1 апреля, с 1 апреля, никому не верь. А еще могли обмазать руки белой краской или мелом и пойти тебя обнимать. И ты потом ходил целый день, а там отпечатки чужих ручек белого цвета. Потом было не отстирать. А вот у немцев существует традиция посылать человека за тем, чего нельзя принести. Это называется пойти зачем-то в апрель. А у англичан и вовсе в этот день принято посылать своих друзей, знакомых, близких и родных. Ну, скажем, например, за полосатой краской или за прямым крюком. Как вы думаете, такое возможно? Нет. Ну, разве крюк может быть прямым? Ну, нет, конечно. Нет, он всегда закрученный. Если только веревка с железкой прямой. А, кстати, англичанам нужно будет дать совет. Вот я думаю, никто из них об этом и не догадался. Все просто в ответ смеялись, а ты нашел выход. А полосатой краски не бывает. Почему не бывает? Ну, как может полосатая краска быть? Потому что черный с белым смешается. И какой цвет получится? Серый. Правильно, получится серый цвет. Поэтому мы расскажем англичанам о том, что такое не бывает. И отныне детки из других стран не будут больше попадаться на уточку юмориста. Да уж, нас с вами точно не проведешь. Но самое интересное, что некоторые в это все верят. Но опять же повторюсь, любая шуточка должна быть безобидной и приносить окружающим только счастье и радость. Вы что, устали? Да. Ну, оно и понятно. Время-то у нас не детское. Поэтому самое время что сделать? Спать. Но перед этим нужно посмотреть очень интересный и занимательный мультфильм вместе с нашими маленькими телезрителями. А уже потом улечься в теплые кроватки, надеть свои лучшие пижамки и сладко заснуть. Согласны? Да. Ну что, друзья, доброй ночи. Смотрим мультфильм. Пока-пока. Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развелась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать все, что не успеет. Сделать все, что не успеет.